Прямой эфир на канале Россия 1 продолжает программа Вести Хакасия. В студии Анна Ахпашева. Здравствуйте. И далее коротко о главных событиях дня. Обманутые дольщики не останутся без жилья. В доме номер 52 по улице Дружбы народов в Абакане исправят все нарушения застройщика. Гуманитарная помощь из Хакасии на Дальний Восток отправили первый груз. Уникальный объект. На границе Красноярского края и Тувы возводится самая протяженная в России противоловинная галерея. Первый груз пострадавшим от паводка районам Дальнего Востока отправили спасатели Хакасии. Спецрейс МЧС вылетел из Абакана сегодня утром с полным комплектом палаточного лагеря, посудой и мебелью. Первую посадку вертолет Ми-8 совершил в Красноярске. Сюда, со всей Сибири, свозят имущество для полевых лагерей. После комплектации его направят в Хабаровск. Там создадут пункты времени размещения людей. Напомним, в Дальневосточном регионе уже потоплено свыше 160 населенных пунктов. Эвакуировано более 23 тысяч человек. Пострадавшие районы нуждаются во многом. После того, как сойдет вода, поселениям нужно будет подготовиться к зиме. Между тем, вопрос, который нужно решить уже сегодня, это ремонт разрушенных дорог и мостов. Еще одна проблема – нехватка питьевой воды. Хакасия уже собрала более 18 тонн бутилированной воды. Ее доставят на восток по железной дороге. Сегодня глава региона Виктор Зимин встретился с обманутыми дольщиками дома по улице Дружбы народов 52. Три года жильцы многоэтажки бьются за свои права, нарушенные недобросовестным застройщиком. В квартирах первого и второго этажа холодно, не работает вентиляция, протекает кровля. И сегодня жильцы услышали сроки решения этих проблем. Дом по улице Дружбы народов 52 стоит на краю города. И последние годы его жильцы считали себя крайними по отношению к ним со стороны застройщика и представителей разных инстанций, куда они обращались за помощью. Дольщики заплатили за квартиры еще пять лет назад. Сдача была задержана застройщиком, компанией, доступной жильем, больше, чем на год. В довершение здание оказалось некачественным. Постоянно у нас промерзание шло пола и стены. Не могли делать ремонт. Когда мы начали штробить стены, естественно, там пошел насквозь, вот в этих швах, начало дуть сильный ветер. Сегодня на встречу с дольщиками приехал глава республики. Жители жаловались и на другие ляпы строителей. Дождь идет, и у нас вода бежит полностью по стеклу и вся на балконе. И между плитой балкона, вот плита и ограждением, вот такое пространство не заделано ничем. Дыра идет от вверху до низу. Решено, что устранять недоделки будет Республиканский фонд жилищного строительства. Он уже помогал застройщику и доделывал за него две блок-секции. Сейчас этой фирме предстоит выполнить работы по тепловому контуру на первом этаже, налавить вентиляцию, отремонтировать проволю. Средства спишут за счетов прежнего застройщика. Срок работ установил губернатор. Первый этаж заканчиваем число 20-25 сентября. Утепление и отопление. Да, контур, отопление, то, что касается первого этажа. Уже покрытие, утепление, тогда делаем числа до 10 октября. Оговорились? Давайте так. Решим этот вопрос, я вам обещаю. Остальные претензии жильцов в основном это небольшие недоделки. С сегодняшнего дня под контролем жилищного скидка. Виктор Михайлович, личный контроль берет наш дом. Все наши проблемы обещает решить. Виктор Лушников, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия. Студенты из Хакасии смогут летать на учебу со скидкой в 30%. Такой законопроект сегодня вынесли на обсуждение Президиума Верховного Совета. Правительство Республики предлагает ввести льготу уже с января 2014 года. Документ представила министр труда и социального развития Наталья Карамашева. Студенты родом из Хакасии смогут один раз в год улететь до места учебы и обратно, заплатив лишь две трети от стоимости авиабилета. Однако есть и условия. Это должно быть первое высшее образование, очная форма обучения и лишь государственный вуз. А также сам студент должен быть не старше 23 лет. Все вылеты оформляются только через Абаканский аэропорт. При этом материальное положение учащегося не имеет значения. Кроме того, новый закон предполагает и дополнительные льготы на билеты в случае перелетов, связанных со смертью близких родственников. В Хакасии в настоящее время, по данным Министерства образования Республики Хакасия, 2700 студентов обучаются в высших учебных заведениях за пределами Республики Хакасия. По итогам встречи с молодежью, главой Республики Хакасия были даны поручения правительству Республики Хакасия проработать вопрос о компенсации части стоимости авиабилетов. По подсчетам специалистов, льготы на авиабилеты бюджету Республики обойдутся в среднем в 3,5 миллиона в год. Рассматривать законопроект будет уже новый созыв республиканского парламента. Однако, возможно, и об этом говорят уже сегодня, документ примут с небольшими поправками, чтобы такими мерами не спровоцировать отток студентов из Хакасии. Подробнее о законопроекте смотрите в пятницу в рубрике «Парламентский дневник». Самая протяженная противоловинная галерея в России. На опасном участке федеральной трассы М-54 Енисей, на границе Красноярского края и Тувы, специалисты из Хакасии завершают возведение уникального объекта. Он защищает дорогу от снежных лавин и селевых сходов. Строительство ведется уже почти 20 лет и близится к завершению. Репортаж Алексея Гончаренко и Сергея Казмина. Строительство противоловинной галереи вышло на заключительный этап. Завершены монтажные и идут отделочные работы. Чуть меньше, чем через месяц объекты вступили в эксплуатацию. Его протяженность на 1300 метров. Небольшими шажками буквально по сотни метров в галерею проводили в эксплуатацию. Строэтапно, в течение почти 20 лет. Здесь есть даже ветераны строительства. Они помнят, как это было. Вообще было 280 метров, по-моему, там всего было. Полки это... Ну, потом 100, 300 и 550 сюда и 100 туда. Эту галерею в народе почему-то назвали по-моему, полкой. Ее наращивали по мере необходимости. Сначала проектировщики полагали, что хватит и 280 метров. Но климатические условия в этих местах преподносили все новые сюрпризы. Все обильные снегопады и все чаще случались сходы снежных лавин. Дорожные службы, не закрытые защитной полкой, часть дороги чистили сутками. Техника проходила, грейдер пройдет в одном направлении. Вот он пока от начала до конца пройдет уже толщу на металла от 20 до 30 сантиметров. И на металла с такой силой, имело с такой силой, что плотность была. Ну вот, как сказать, вот пластмассовая лопата, вот, ей невозможно было взять. Примерно такие же сюрпризы, что и зимой погода преподносит летом. С той лишь разницей, что осадки не в виде снега, а поливает с неба почти каждый день. За последние две недели небольшой промежуток времени, когда здесь нет дождя и немного рассеялись облака, так что видно всю, почти полутора километровую галерею целиком. Последние две недели здесь не переставая шли дожди, то моросящие, то проливные. Вот так же зимой здесь сутками валит снег, поэтому и появилась эта противоловинная галерея. Не столько страшные осадки сами по себе, сколько рельеф местности. С одной стороны федеральной дороги отъездная гора, с другой обрывистый склон. Это часть природного парка в Гергаке. Здесь же дислоцируется одноименный центр подготовки спасателей МЧС, в том числе и с функцией спасения кирпичей в детстве на автомобильной трассе М54. Последние годы трагических случаев нет. До этого были. С этой горы, она не такая большая гора, но со всей долины снег ветром собирало, и снежные массы так сильно летели туда вниз. Случаи, когда несколько автомобилей слетали туда вниз. Вот здесь до низа 750 метров глубина. То есть то, что туда падало, от него ничего не оставалось. Дорога очень важна, потому что это единственная их артерия. Все грузоперевозки, все идет по этой трассе. 99% я думаю, все идет по этой трассе. Все к ним поставки и от них, то есть уголь, все это. Только по этой федеральной трассе. Вот из Санкт-Петербурга в ТУП везут в негабаритный груз. Корпус гигантского экстравата. Больше килограмма ртути обнаружили на территории детского сада в поселке Тепличность Абаканского района. Колбу с серебристым веществом нашли еще в понедельник. Двое мужчин, они же отнесли опасную находку в полицию. Сегодня стали известны результаты экспертизы. Опасения подтвердились. В емкости находилась ртуть весом 1 килограмм 200 граммов. По данному факту проводится доследственная проверка. ДТП со смертельным исходом на трассе Абаканах-Давурак возле Аала-Катанов Аскизского района иномарка врезалась в молодых людей, которые пытались завести заглохший автомобиль. ДТП произошло в 4 часа утра. Четверо парней прямо по проезжей части толкали ВАЗ-2109, когда сзади на них налетела Тойота. В результате трое погибли на месте, еще один молодой человек вместе с водителем заглохшего транспорта доставлен в больницу с ушибами и сотрясением головного мозга. Возраст всех пятерых молодых людей, находившихся на трассе 22-23 года. По информации дорожной инспекции, к трагедии привелось течение обстоятельств. Водитель иномарки, кстати, также 90-го года рождения, в момент аварии был пьян, а на девятке не был включен аварийный сигнал. В Хакасии появится новый реабилитационный центр для больных наркомании. Он будет построен в Черногорске. Об этом было заявлено на заседании Республиканской антинаркотической комиссии. В работе принимал участие заместитель директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Николай Цветков. Одним из основных вопросов, рассмотренных на заседании антинаркотической комиссии, стала борьба с дикорастущей коноплей. Проблема эта актуальна для всего сибирского региона. Здесь сосредоточено 90% всех зарослей этого вредного сорняка. В этом году только в нашей республике специалисты выявили около 2000 гектаров конопли. Ее обрабатывают химикатами с воздуха, косят вручную, но не все землевладельцы добросовестно выполняют распоряжение об уничтожении этого сорняка. Поэтому наркополицейскими подготовлен законопроект об ужесточении для них административной ответственности. Чтобы ответственность несла не только сама конопля, которую уничтожают, и не только природа, которая создает эти условия, но и лица, которые к этому делу причастны, попустительствуют или сознательно участвуют в этом. Как сделать образование в Хакасии более доступным и качественным? Об этом сегодня думают буквально все учителя республики. В Абакане стартовал пятый по счету ежегодный образовательный форум. Педагоги три дня будут обмениваться опытом, дискутировать, разрабатывать учебные программы. С открытия форума Константин Кравцов. Глядя на презентованную форму, хочется верить, что и образование у нас такое же. Современное, без лишнего пафоса, с четкими линиями. Задач. Республиканский драмтеатр превратился сегодня в настоящий храм знаний. Стенды с учебниками, инновационные школьные программы. Все это презентуют сами учителя. А вот эти гаджеты призваны помочь детям с ограниченными возможностями. Тифлоплеер, дисплей Брайля, видеоувеличитель. Так что же это все-таки за электроника? Как она работает? Это электроника, которая позволяет детям получать какую-то информацию, какие-то знания. Соответственно, цифровой увеличитель, например, он помогает увеличивать какое-то изображение. То есть, если его поднести, то шрифт становится намного большим. Он увеличивает картинки. Сегодня этими устройствами пользуются слабовидящие ученики коррекционной школы Абакана. Касаемо качества образования на селе, в Хакасии, очевидно, созданы такие условия, что его уровень совсем не уступает городскому. Результаты налицо. Выстроили перечень всей школы по среднему баллу, который набрали ребята во время проведения экзамена. И я вам могу сказать, например, что самое большое первенство, самый большой балл средний, это город Абакан-гимназия, а следом идет у нас опытненская школа с Абаканского района. В ближайшие три дня на форуме будут проходить дискуссионные площадки, мастер-классы, семинары. В любом случае, ясно одно, каким бы грамотным ни был педагог, результат будет в том случае, если он со своими знаниями ребенку подарит и свое сердце. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Центр Абакана уже завтра начнет превращаться в пешеходную зону. Определены места проведения массовых мероприятий в день города. Ограничивать движение начнут уже завтра. Это связано с подготовкой площадок. Для репетиции карнавального шествия будет перекрыт проспект Дружбы народов в границах улиц Кати Перекрещенко-Крылова на 20 минут с 8 вечера. Когда шествие выйдет на улицу Щетинкина, здесь также перекроют движение в границах Крылова-Пушкина до 9 часов вечера. И завтра же с 9 утра до 20.00 нельзя будет проехать по улице Маршала Жукова в границах Катерной-Крылова. Здесь будут проводить земляные работы по укладке трубопроводов централизованного холодного водоснабжения строящегося жилого массива на перекрестке. Субтитры создавал DimaTorzok